Всем привет! Меня зовут Алина и вы на канале «Читать нельзя сжигать». Сегодня у нас с вами, да-да, книжные покупки. Пишите, кто соскучился по этому формату, кто его действительно очень любит, а если вы его терпеть не можете и не понимаете, для чего блогеры покупают так много книг, то тоже обязательно об этом пишите, потому что зачем держать негатив в себе, правда? Сегодня у нас с вами несколько необычный и особенный выпуск книжных покупок, потому что, во-первых, я покажу вам посылочку, которую получила буквально только что, во-вторых, расскажу вам, что же я купила на ваши донаты, и большое вам, кстати, за них спасибо. Ну и, конечно, книжечки, которые были куплены за свои кровные, тоже вам покажу. И начнем мы с вами с посылочки, которую я только что забрала с почты, я ее получила от другого буктюбера, от Маши, которая здесь известна как книжный гном, вот ссылочка на нее, пожалуйста. Во-первых, зная о моей большой любви и огромном интересе к русалкам и прочим морским тварям, сразу как только Маша дочитала вот эту книгу, она предложила отправить ее мне в мою небольшую собирающуюся коллекцию книг, посвященных именно этой теме. Эта книга называется «Офелия», и автор здесь Анна Семироль. Я сама сейчас практически не покупаю, Ян Кедалт практически его не читаю, но это как раз в сезон или раза два в год, почему бы не прочитать такую книжечку, к тому же на столь близкую мне тему. События в этой книге происходят в середине 20 века в Англии, после каких-то военных действий получился наплыв нескольких миров друг на друга, и в наш с вами привычный мир хлынули необычные создания. И вот отец главного героя, вот этого мальчика, покупает русалку, самую настоящую русалку, и они будут держать ее в пруду в качестве этакого домашнего любимца. По-моему, очень захватывающая аннотация, уж не знаю, насколько хорошо здесь это воплощено, но с удовольствием с этой историей познакомлюсь. Вторая книжка, которую мне прислала Маша, это Аврора Кима Стэнли Робинсона. Я очень давно хочу почитать Кима Стэнли Робинсона, изначально мой интерес подогревали его антиутопии и утопии, но мне также очень рекомендовали его книги, написанные в жанре твердой научной фантастики. На обложке написано, что Аврора, возможно, лучший роман Робинсона. И здесь речь пойдет о колонизации другой планеты, в общем-то аннотация достаточно расплывчатая. Мы с вами как раз-таки посмотрим, насколько простым или сложным будет этот процесс терраформирования, процесс обживания новой планеты за пределами Солнечной системы. И я думаю, что насветен осенний марафон, эту книжечку я обязательно возьму к прочтению. Также Маша порадовала меня вот такими классными закладочками с русскими классическими писателями. Здесь мои самые любимые Гоголь, Достоевский, Чехов и не менее любимый Тургенев. Также есть Пушкин и Лермонтов, к которым я уже настолько теплых чувств не испытываю. Но тем не менее, закладочки замечательные. Маша, спасибо тебе еще раз огромнейшее за эту посылку, это было безумно приятно. И, кстати говоря, я недавно упоминала в одном из видео, что я очень люблю, когда мне книги дарят, и когда их подписывают, и Маша мне книжку подписала. Это очень здорово, поэтому теперь, даже если эта книжка мне вдруг не понравится, она все равно останется в моей библиотеке, просто как такой памятный подарок. Так, это классно. Теперь переходим к вашим донатам. И один из этих донатов поступил целенаправленно на покупку книжек Дини, для того, чтобы я купила ей книжку с динозаврами. Спасибо, Сергей, спасибо, Влад, это очень приятно. Постоянные зрители моего канала знают о том, что моя доченька Диночка обожает динозавров. Некоторое время назад она постоянно огрызалась, если кто-то называл ее принцессой, и она рычала, что она не принцесса, она динозавр. И у нас, конечно, немало книг о динозаврах дома, у нас достаточно много нон-фикшн литературы, различных энциклопедий, книжек с окошками. А вот художественной литературы о динозаврах у нас было не так много, поэтому именно этот пробел я решила немножко восполнить и взяла две книжки. Во-первых, эта книга всем нам с вами хорошо известного Джеральда Даррелла, это его путешествие к динозаврам. На самом деле, эта книга вторая из серии, но первая была не про динозавров, поэтому мы решили вот собирать серию не по порядку. Я думаю, что книга идеально подходит на возраст 5-6-7 лет. Здесь не так много текста, встречаются вот такие развороты без картинок, но вместе с тем есть и развороты, на которых очень красочные иллюстрации и достаточно мало текста. История замечательная, мы ее уже где-то наполовину прочитали. Мне понравилось это издание, это у нас «Рассмен», красивая глянцевая обложка, очень плотный белый оффсет, качественная печать. И вторая книжка, которую я взяла, вот такая вот издательство «Клевер» «По следам динозавров. Путешествую в меловой период». На самом деле у нас с Динкой уже была одна книжка из этой большой серии, вот такая. Книжечка хорошая, нам нравилось здесь, очень яркие, сочные картинки, как это любит делать клевер. Текст здесь совсем простой, вот эти книжки, мне кажется, лет с трех, а то из двух уже можно начинать читать. Помимо сложных длинных названий динозавров, ничего трудного к восприятию в этих книжках нет. А что касается как раз-таки этих названий динозавров, то в конце книги всегда приводится вот такой вот энциклопедический материал. И здесь разбираются как раз-таки те динозавры, о которых шла речь конкретно в этой книжке. Сейчас этих книг уже вышло достаточно много, наверное, около шести в серии. И вот мы наконец-то взяли еще одну. Почему я так долго откладывала и не брала? Ну, наверное, потому что все-таки текст очень простой для Динки. Мы буквально за один подход прочитываем эту книжку. Но с другой стороны, вот эта наша предыдущая книжка читалась далеко не один раз. Дина часто просит к ней вернуться. И вот эти энциклопедические вставки ей очень интересны, простым, понятным для ребенка языком. Рассказано только самое основное. И в каждой из этих книжек мы встречаем разных динозавров. То есть собрав всю серию, можно неплохую базу знаний уже по этому предмету составить. Что касается сюжета в этих книгах, то здесь дети-близнецы Рита и Никита через волшебную книгу динозавров попадают в доисторический мир. Немножко погуляв и пообщавшись вместе с динозаврами, наши ребята целыми и невредимыми возвращаются домой. Очень простой текст здесь. Наверное, даже простоватый для Динки. Но она сейчас как раз-таки осваивает навыки самостоятельного чтения. Пока мы используем книги, в которых слова разбиты на слоге. Но очень скоро ей понадобятся как раз-таки какие-то простые варианты. И я думаю, что ничего не может быть лучше, чем книжки на самую любимую тему. Дин, понравились тебе книжки? А вот это? Это понравилось? Понравилось. Да, это мы с тобой еще немножко не дочитали, да? Да. Будем дочитывать? Да. Довольная? Довольная. Спасибо? Спасибо. Ну, молодец. Помимо вот этого доната прицельного на Динкиной книжке, также было еще два доната. И первый из них был от Елены. Это был просто взрыв эмоций для меня. Потому что это было очень неожиданно. Да, это звучит странно, ведь после каждого своего видео я оставляю свои реквизиты. Но в действительности оставлять реквизиты не равно думать, что тебе кто-то что-то пришлет. Это было очень здорово. Большое вам спасибо, Елена. Не только за деньги, но и за те неописуемые эмоции, которые вы мне подарили. И также был еще один донат от человека, который остался для меня анонимным. Ну, большое ему опять же спасибо. Очень здорово, очень приятно. Помимо двух этих донатов, также у меня на канале была рекламная интеграция в начале месяца. Ставьте лайк, те, кто ее заметил. И вот на все эти деньги вместе я сделала один заказ в лабиринте и купила те книжки, которые действительно очень сильно хотела, оторвав их по классным-классным акциям. Я говорю о вот этих трех книгах. Во-первых, это «Рассечение Стоуна» Абрахама Вергеза. Давно хотела эту книгу, мне ее и вы частенько рекомендовали. Мне уже даже стыдно, что я ее до сих пор не читала, потому что книга обещает быть великолепной. Вообще таких зашкаливающих, прекрасных, восторженных отзывов на какую-то другую книгу я и не припомню. Именно об этом романе можно неоднократно услышать, что если у вас есть время за год прочитать только одну книгу, прочитайте вот эту. Если вам нужно оставить только одну книгу в своей библиотеке, оставьте вот эту. Ну как такое может не интриговать? Кроме того, здесь центральная тема врачей, врачевания. И здесь в самом начале романа речь пойдет о разделении сиамских близнецов. И я так понимаю, что о их дальнейшей судьбе. И больше ничего не знаю о книге, и принципиально не хочу о ней ничего больше знать, чтобы каждая страничка была для меня самостоятельным открытием. Кстати говоря, об оформлении этой книги, это у нас издательство Phantom Press. И мне не очень нравилась эта обложка, мне казалось, что она слишком такая кричащая, яркая. Но по факту оказалось, что здесь у нас софт-тач, и поэтому вживую эту обложку невероятно приятно ощущать в руках. И вот эти яркие тона, они совершенно по-другому воспринимаются вживую. Это минуточка восторгов конкретно для тех моих зрителей, которые любят, когда я рассказываю о том, как книга исполнена. Бумага здесь желтая, не самая лучшая, к сожалению, но зато очень комфортный для чтения, крупный и жирненький такой шрифт. К сожалению, я эту книгу ну никак не могу впихнуть в свои планы на лето, разве что предложу вам ее для совместного чтения в августе. Это, пожалуй, единственный вариант. Ну и следующие две книжки, пожалуй, могу вам показать их парой, потому что это одна серия АСТ Мастера Фантазии. И у этих книг немало общего. Это классики фантастического жанра. И к тому же эти книги являются сборниками, преимущественно их малые прозы. То есть, если говорить о Роберте Янге, то здесь одни только рассказы. Центральный и самый любимый многими вынесен на обложку, это Срубить дерево. Жду не дождусь, опять же, встречи с Робертом Янгом, потому что это тот классический фантаст, который полностью прошел мимо меня. Если вы давно на моем канале, то, возможно, знаете, что я раньше любила читать антологии именно рассказов фантастических. Поэтому многих авторов я знаю хотя бы по одному, по двум рассказам. Но вот о Роберте Янге, я кажется, вообще ничего не слышала. И его самый известный рассказ, опять же, не читала. Но обратите внимание на обложку. Вот неровная эта серия у АСТ, согласитесь, да, то ужаснейшие обложки, на которые без слез не взглянешь, что вот такая красота. Если говорить о красоте, то, конечно же, Джеймс Блиш, это вообще номинант на обложку года лично в моем восприятии. Потому что совершенно потрясающее сочетание цветов. Ну и, конечно, вся вот эта мрачная морская тема. Но сначала я думала, что это какой-то морской монстр, но оказалось, что это рассказ, по-моему, поверхностное натяжение как раз, в котором люди, колонизируя планету, или, точнее, пытаясь на ней как-то ужиться, приходят к тому, что выжить они там могут только уменьшившись до размера в несколько микрон. То есть это у нас такие микро-люди, а вот это какие-то инфузории, туфельки или что-то подобное. Что касается внутреннего исполнения книг, то, как вы видите, бумага здесь разная, у Янга более желтая. По толщине они примерно одинаковые, не очень тонкая, не очень толстая. В общем, нормальная, ну, немножко шершавая, но в целом жить можно не так уж и плохо. А оформление, конечно, выше всяких похвал. И, опять же, обе эти фантастические книги, наверное, у меня останутся уже под цветен марафон на осень, к сожалению. Но, может быть, по одному-два рассказика я успею и пораньше. Почему я говорю, что все эти новые книги пойдут на осень? Потому что, ребят, помните, я вам в планах на лето рассказывала, что у меня около 35 книг вышло к прочтению. Но, в итоге, пересчитав свои планы, я поняла, что там не 35, а 42. И как все это реально прочитать, я не представляю. Поэтому ничего из нового, к сожалению, ну, никак в эти летние планы не вписывается. Вот такие подарки, ну, плюс Динкины книжки, которые она уже утащила, я получила от вас в этом месяце. Большущее спасибо еще раз всем причастным. Я это воспринимаю именно как подарки, и это прям очень здорово. На самом деле, я даже не смогу вам передать глубину всех своих восторженных, приятных эмоций, которые я испытала, когда получила ваши донаты, когда заказывала вот эти книжки. Это было очень-очень здорово. Спасибо. Следующими покажу вам две книжечки от Фанзона. Вот такие вот красотки. Семьевия Нила Стивенсона я собираюсь читать в своем собственном фантастическом марафоне, но уже точно не в этом месяце, потому что книжка оказалась очень объемной. Это, кстати, объясняет ее не низкую цену. Здесь у нас 749 страниц, шрифт достаточно удобный для чтения, не самый мелкий, не самый крупный, поля небольшие, много интереснейших часов вместе с книгой. В Семьевии Нил Стивенсон, опять же, раскрывает тему переселения людей с Земли на другую планету, но спустя множество поколений, спустя, по-моему, 5000 лет, да, люди решат вернуться обратно на Землю. И эту книгу, опять же, все очень сильно хвалят. Ну и еще одна не менее хваленая книга, это у нас «Радость, словно нож у сердца», какое название вы прочувствовали, Стивена Эриксона. И здесь речь пойдет о первом контакте, очень необычном. «Инопланетяне прилетели на Землю, но не показываются, не выставляют никаких требований, лидеры теряют власть, у ученых нет ответов, армии бесполезны, человечество требует ответа, но пришельцы молчат, изменение мира, но не по воле людей. Что будет дальше?» Действительно, что будет дальше? Это должно быть что-то, ну, очень крутое. Вот такие дела за последние несколько недель, благодаря Маше и благодаря мне самой, у меня собралась вот такая вот небольшая уже подборочка книг из этой серии. И что в них интересно, кстати, так это то, что они выполнены в суперобложке. Если эту суперобложку снять, то, во-первых, мы увидим биографию короткую и фотографию автора, во-вторых, на собой обложке ситуация немного другая, и мне кажется, тут даже более стильно все это выглядит. Вот это у нас «Аврора», вот так вот выглядит внутри «Радость, словно ношу сердца», и вот такое вот «Семиеви». Мне, в общем, понравилась эта серия, бумага здесь достаточно белая, хотя и не гладкая, но в целом нормальная такая бумага, не очень тонкая. Так что эту серию я, наверное, и дальше буду собирать, если, конечно, мне в целом понравятся романы, которые в ней выходят. На данный момент у меня, я так понимаю, самый топчик серии, как раз-таки оказался на полочках. Посмотрите, кстати, как прилично и симпатично это выглядит. Следующее, что я вам покажу, это серия азбуки «ЗМФ», «Звезды мировой фантастики», и это у нас с вами Гарри Гаррисон. Да-да. Две книжки из этой стопочки я вам уже упоминала, потому что я собираюсь читать их в своем фантастическом марафоне, но на тот момент их еще не было у меня на руках, и буквально очень долго мне их высылал, я даже начала переживать, что их вовсе не получу. К сожалению, в этой серии «ЗМФ» на данный момент Гаррисона вы уже не сможете без проблем купить, потому что это уже достаточно старые тиражи, и на данный момент они практически распроданы. Единственное, что вот эти вот книги еще можно отловить либо в буквоеде, либо в читайгорде иногда. Но Гарри Гаррисона сейчас активно переиздают в белой серии «Мир фантастики», так что если серия для вас не принципиальна, то можно его там подождать. Насколько я знаю, вот конкретно «Фантастическая сага» должна буквально очень скоро выйти в белой серии. Но там, кстати, будет другое содержание, там будет другой перечень романов. У меня здесь три романа. Это «Фантастическая сага», которую я как раз-таки возьму под марафон, это «Время для мятежника» и это «Стоунхендж». Ничего не знаю о двух других, но в первом речь пойдет о том, как киношники используют машину времени для того, чтобы снимать самые крутые фильмницы. Они не учитывают эффект бабочки, что, я думаю, приведет к самым любопытным последствиям. Эту книжечку обязательно буду читать в июле. Также под свой «Фантастический марафон» я уже объявляла вам, что возьму «Чуму из космоса», опять же, Гарри Гаррисона. Да, получилось два романа одного автора в марафоне, ну, как уж вышло. Опять же, практически ничего не знаю об этом романе, он совсем небольшой, по-моему, занимает около 180 страниц в этой книге. А помимо него в книгу также вошла «Обычная история», это роман, и «Рассказы». Опять же, в июле или в августе эту книжечку обязательно прочитаю и вам расскажу. Ну, и также у меня здесь два тома рассказов Гарри Гаррисона. Это я уже цапнула просто потому, что книжки действительно стоили очень недорого и были буквально самыми последними. Я решила, что если уж не сейчас, то точно никогда. Ничего не знаю о том, насколько Гаррисон хорош в качестве рассказчика, да и, в принципе, я у него читала только «Стальную крысу», правда, целиком. Но вот с рассказами мне интересно ознакомиться, в целом их очень даже хвалят. Но это, наверное, не на ближайшее прочтение, пусть просто стоит, оно меня когда-нибудь дождется. Еще две книжки, о которых на канале уже упоминалось, это, во-первых, «Двойной эффект Таля М. Клайна», который я также выбрала под свой фантастический марафон. Это книга о телепортации, о трудностях телепортации, о том, что же может пойти не так во время телепортации. Я книжечку уже прочитала, практически за день ее проглотила. Это было очень быстро и очень весело, но о подробности вы узнаете уже в этом месяце, в моем первом отчете о фантастическом марафоне «Фантастическое лето». Еще одна книжка и та же история, это еще один том Кира Баучева, один я вам уже показывала в прошлых покупках, а это у нас «Похищение чародея». И здесь, по-моему, нет романов, здесь только рассказы. Да, много-много-много рассказов, аж на целых 1147 страниц. Я прочитала отсюда 10 первых рассказов в рамках своего марафона, и из другой книжки я прочитала «Поселок Киру Баучева». Опять же, в самое ближайшее время ждите моих впечатлений. Ну, а если в двух словах, скажу так, мне понравилось. Ну и дальше две нелепые покупки. Да, во-первых, это «Братья Стругацкие», их очередной сборник. Почему нелепые? Ну, потому что вы знаете, что у меня с «Братьями Стругацкими» как бы не особо складывается. А уже два таких тома стоят на полках, и уже немало их книг было прочитано, и с каждым разом я все больше разочаровываюсь. Последней каплей стала «Улитка на склоне», после которой я поняла, что это вообще не мое. Да, зачем я купила Стругацких опять? Ну, во-первых, их любит мой муж, и я боюсь, что эта серия скоро перестанет выпускаться, и вот в какой-либо другой серии я точно Стругацких не готова покупать. Поэтому пусть уж будет такая. В этой книге собран самый топчик. Во-первых, это «Трудно быть богом» читала, «Понедельник начинается в субботу», читала, «Попытка к бегству» и «Далекая радуга» не читала. И вот именно «Далекую радугу» мне очень рекомендуют прочитать муж. Я так поняла, что там довольно сильная социальная составляющая, и мне теоретически может понравиться. Также здесь есть рассказы. Кстати, рассказы Стругацких я вообще никогда не читала, и возможно, что именно в этом коротком жанре они мне больше понравятся. Стоит попробовать. Ну и вторая нелепая покупка, она же и закрывает все сегодняшние книжные покупки, это очередная книга Джо Аберкромби, его лучше подавать холодным. Почему нелепая, спросите вы, ведь все любят Джо Аберкромби. Ну так потому, что это уже шестая книга автора на моих полках, а я пока до сих пор не прочитала ни одной. Да я ни одной страницы до сих пор не прочитала. Это тот очень странный и абсолютно единственный случай, когда я собираю автора просто в какой-то странной уверенности, что мне не может не понравиться. Я бы, наверное, и не торопилась покупать вот эти спин-оффные истории, да. Да, Красная Страна, лучше подавать холодным у меня уже есть, у меня сейчас недостает только героев. Почему же я все-таки подорвалась? Так потому, что сейчас Фанзон перезапускает серию Аберкромби с другими иллюстрациями, и меня очень сильно напрягает, что к тому моменту, когда я созрею докупить оставшиеся пару книг, их уже не будет в этом оформлении. Вот тогда я буду скрипеть зубами, в общем, пожалела себя из будущего и решила закрыть этот гешталь с Аберкромби, ну уж если вдруг не понравится, ну значит буду избавляться от этих книг, в конце концов ничего такого уж критично страшного в этом тоже нет. И сразу отвечая на ваш вопрос, за Аберкромби я очень сильно надеюсь взяться осенью, скорее всего в середине осени, потому что у меня есть такое золотое правило, ну ладно, было не начинать более двух циклов за раз. На данный момент у меня начато три цикла, это Юнес Бео, это Пауки Колина Уилсона, опять же, ребят, скоро расскажу, и это цикл о хрониках Сиалы Пехова. Вот как только я закрою хотя бы один из этих циклов, хотя бы Пехова добью, вот сразу смогу взяться со спокойной совершенно совестью за Аберкромби. Ну вот, ребята, такие вот стопочки книг я вам сегодня показала, обязательно пишите, если что-то из этого читали, планируете прочитать, если что-то из этого вас заинтересовало, на что вы в первую очередь ждете моих рецензий, мне это всегда очень сильно интересно. Если о чем-то еще хотите поговорить, то, конечно же, я всегда рада, вы знаете, как я люблю ваши комментарии, не забывайте их писать, не забывайте, конечно же, поставить лайки. Спасибо вам большое за любую вашу поддержку, за ваше участие, за ваши донаты, еще раз огромное спасибо, это безумно приятно, это очень радует. На этом с вами прощаюсь, всем пока!